Если вы захотите себя гримировать, то знайте, чем это может обернуться потом. Ну, в общем, в принципе, тут ничего такого нету. На связи Николай Куприков и собачка Буся. Вот она. Когда я наложил на себя руки, когда я наложил на себя грим, она так зашла в комнату, так оп! А потом, ой-ой-ой, ой-ой-ой, это же хозяин. Она просится сюда. Вот, Бусинь, можешь так вот посидеть, я тебе разрешаю. Короче, что я хочу сказать. Я, конечно же, подустал уже немного. Есть хочется, а есть нечего. Нужно ещё готовить плов. Я думаю, плов моё козырное блюдо. Что ещё я могу приготовить? Сейчас, да, я вот закончил съёмку. Я убрал уже фон. Вот там это всё наверху. Уже выключил свет. Сейчас включил, чтобы сделать вот эту съёмку. На всё про всё у меня ушло, в принципе, ну, это что касается съёмки конкретно, то накладывание грима, съёмка, смывание грима, на это ушло часа два где-то. В принципе, нормально. Грим получился, ну, такой, знаете, конечно, не самый здоровский, но и не самый плохой. Я думаю, что надо сделать раз двадцать так же. И, наверное, что-то хорошее из этого получится. Потому что, конечно, самый лучший грим – это когда всё-таки тебе его кто-то накладывает. Причём человек, у которого растут руки и ноги из правильных мест, ну, ноги так на всякий случай, чтобы он стоял более-менее нормально и всё-таки имел какой-то опыт. Ну, постоянно вот так вызволять людей не получается что-то говорить, я просто с друзьями тупо не вижусь в последнее время. Ну, это ладно. Ну, фигово, конечно, ну, что же делать. Это такова селяви. Что я хочу сказать по поводу песни, ну, мне хотелось сделать некое продолжение, вот, ну, в том же стиле, что вы знаете, о чём я говорю. Если не знаете, посмотрите у меня на канале «Ты станешь, как и все» песня называется, и в iTunes можете её посмотреть тоже. То есть сделать акустическую какую-то песню и в то же самое время портфортепиано, чтобы оно было, и какой-то стёб в этом во всём присутствовал. Потому что очень народу это понравилось. Мне тоже нравятся и такие песни, которые я пишу, в том числе и стёбные. Ну, и, конечно же, ВКонтакте. Действительно, иногда зайдёшь, напишешь какое-то вполне безобидное слово, а увидишь совсем не безобидное видео. И как-то это безнаказанно всё находится. Поэтому, да, давайте, либо удаляйте это видео, либо удаляйте ВКонтакте, да, почему бы нет. Не, не хочется, конечно, мне быть яровой в данном случае, но, блин, надо обратить внимание. Вот у меня, ну, кто-то создаёт петиции, я создаю песни такие петиционные, скажем так. Что я хотел сказать? Вот собачка, уже всё, она не может сидеть. Да и, в принципе, я тоже устал. Всего вам хорошего. Слушайте хорошую музыку смешную. Да, и ещё я купил цилиндр в магазине приколов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!